добрый день дорогие друзья с вами канал 1 австралия и александр петров давайте поговорим по чесноку об иммиграции всего чтобы было по честному нас канал такой у нас не дадутся врать не-не-не-не-не вот соответственно есть вещи которые мы стараемся так не трогать это не потому что я пытаюсь продать образование продать иммиграцию в австралии соответственно чтобы вы легче ехали в австралию ваше понимание того что вы будете сделать сделать понимание того как и будете и оставаться, как вы будете жить, учиться и работать в Австралии, оно приводит к более удобному пути к жизни и оставанию в Австралии. И, соответственно, надо все делать по-честному. Не надо врать ни мне, ни себе, самому, ни другим людям. И первое, что бы хотелось отметить, это то, что миграция в Австралию – это возможность улучшить свое материальное положение. И не надо этого стесняться, и надо говорить честно. Ребята, рыба ищет, где глубже, хотя это не всегда так, и человек ищет, где лучше. Было бы глупо и убого утверждать обратное, потому что в действительности мы хотим жить лучше, мы хотим жить спокойнее, с большим достатком и так далее и тому подобное. Поэтому из этого следует второе. Демократия, свободы там и так далее – это, наверное, не самое главное, что мы ищем. Мы будем утверждать обратное, мы будем говорить себе, что мы покидаем тиранию, что мы ищем свободу. Вы сейчас поумереннее это будете говорить, потому что все уже убедились во время пандемии, что демократия и свободой выбора не пахнет нигде. И мы поняли, что это не просто так, по ошибке произошло, а это целенаправленная политика во всем мире тех людей, которые реально обладают властью. Не премьер-министры, президенты и даже иногда владыки всяких государей, царей, королей, императоры, а именно те люди, которые реально управляют всем миром и каждой отдельной страной. Вот эти люди не позволят нам жить в том, что мы, кажется, мечтаем. Демократия, свободы, либертарианство, оно только на бумаге. Но мы в действительности ищем возможности, чтобы нас не сильно трогали. И скажу так, что если бы у нас вот эта корнобесия затянулась, то многие люди и с хорошим достатком, и не очень, грамотные люди повторяли бы, покинули. Вот так вот. Поэтому опять-таки все умеренно. То есть да, в действительности есть такое. Нам нужны свобода, демократия и так далее. Но это, наверное, не самая главная мотивация. А вот людей, которые пытаются это использовать и представить себя в виде беженцев, ну скажем так, настоящих беженцев из предела бывшего Советского Союза, я не видел от слова никогда. Врут, врут очень умело, что якобы и религиозные притеснения. Многие товарищи из Узбекистана и Таджикистана получали беженцев на основании того, что якобы они являются геями, ну наверное, лесбиянками. Это сведения их друзей насчет того, как вообще ислам на такие вещи смотрят, когда человек даже просто лжет, но надевает на себе такую рубашку. Я-то ничего не имею против плана, кто хочет, так хочет. Но зачем же врать и зачем после этого говорить, что ты прям такой мусульманин. Вот, поэтому да, врут, но предсказали бы, да, я вот вру, но хочется остаться, ищу легких путей. Ну и пёс с тобой, как говорил, одноименный герой Иван Васильевич меняет профессия. Так вот, нет беженцев, на мой взгляд, но люди используют положение, как и нелегалы, допустим. Можно их осуждать, можно их даже понять, но факт есть факт. Это вам на будущее, чтобы вы знали, когда кто-то остался как беженец, это человек лгал. А если человек лгал, то, опа, может быть и другие последствия. Не все так однозначно, но примите себе это на завиточку. Мы хотим избежать войн, конфликтов, потери нашего, наших накоплений, в конце концов, счетов в банках и так далее. Поэтому, помните, это пирамида Маслова, да, Аберга Маслова. Нам хотя бы первую, вторую строчку, а еще лучше и третью занять, то есть обезопасить себя, чтобы у нас жизнь была и была такая неплохая, еще влюбили бы нас, вообще было бы классно. К чему многие блогеры, кстати, стремятся, любви человеческой они ищут. Ну, кто-то заслуживает, а кто-то нет. То есть лжет, и если пытается очень сильно наживаться на людях, которые его смотрят обманом, то в этом случае эти люди человеческой любви не заслуживают. Ну, это уже мы отвлекаемся, но мы хотим этого всего избежать, и это причина для эмиграции в Австралию. У нас есть все резоны думать, что в действительности переезд в Австралию нам сделает в этом плане жизнь лучше, и это совершенно правильно. Даже пандемия в этом нас убедила, потому что если где-то реально заламывали людей в какой-нибудь там Италии, Германии, то в Австралии так все это было в виде детской шалости. Нас привлекает возможность свободного перемещения туда-сюда. Вот два паспорта, а то и три, нам вот такую свободу дают. Ну и слава богу, вот у меня приехали ребята из-за вот этих всех событий недавних, взяли себе какие-то киргизские, казахские, азбекские и прочие паспорта, а сейчас еще и получат австралийские. Ну представьте себе, у тебя на руках три паспорта, прям краса, прям как в этом фильмах там про всяких сыщиков и шпионов. Реально это открывает нам многие дороги, и два паспорта это всегда классно. И с этим можно и вернуться там, заработал в России и вернулся. Профессионалы. Профессионалы это люди, которые уже экстралиториальные, то есть они сегодня, они здесь, завтра, они там. И вот второй паспорт дает, второе гражданство дает такую возможность, даже вид на жительство. Соответственно, ты свободно перемещаешься по миру. Я встречался с ситуациями когда-нибудь где-то в Китае или в Вьетнаме, я видел это неоднократно, наличие у тебя не только австралийского, но и российского паспорта, подтверждающего, откуда ты вообще, что ты русский человек, сразу тебе давало преимущество, к тебе лучше люди относились. Поэтому, когда говорят, что ой, там к русским везде плохо относятся, да ничего подобного, не везде. И украинцы, и белорусы, и казахи, и узбеки, и россияне, все у них идут как русские, и несмотря на войну, и к тем, и к другим относятся нормально. И нет уничижительного отношения к украинцам, она была, кстати, очень приятная, точно зная, в Китае точно так же, как и к русским. Что касается браков с австралийцами и австралийками, ребята, ну тоже давайте не будем себе врать, давайте скажем честно. Основное, почему мы это делаем, мы улучшаем жизнь, и улучшаем жизнь за счет получения второго паспорта. Между прочим, обычный брак это тоже ради улучшения жизни. Любовь, она, конечно, такое, но два человека сходятся только тогда, когда им вместе лучше, чем каждому порознь. Если человек выходит замуж или женится, его жизнь становится хуже, он продолжает жить, значит он дурак, ну или дура. Соответственно, если человек приезжает сюда, и его жизнь, естественно, объективно улучшается, а потом получил пиар, он не испытывает уже больше нужды жить с этим человеком, ну что здесь поделаешь? Не обессудьте, когда вы женились или выходили замуж за иностранство, вы должны подразумевать, что это время ханимуна пройдет, когда у человека будет уже и австралийский паспорт, тогда он будет на вас смотреть просто как на человека, а не только как на носителя и давателя вам гражданства. И все может измениться. И с этим надо тоже как-то продолжать жить. Последнее, что я бы хотел сказать, это образование в Австралии. Ребята, специалисты, которые, в кавычках, которые говорят, что австралийское образование оценится во всем мире, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ребята, Австралия это не та страна, которая продвинутая в технологиях, в бизнесе и в чем-либо другом. Это маленькая страна, страна, в которой можно прекрасно жить, вообще не напрягаясь, становиться профессионалом, не напрягаясь, невозможно. Это тяжелый труд, чтобы ты в действительности занимался своим ремеслом, наукой, культурой, искусством. Ты не можешь take it easy, это главный принцип австралийца. Ты должен просто через не могу многое что делать достигать самых вершин своей ипостаси. Соответственно, здесь очень много и, на мой взгляд, специально делается, чтобы снизить качество школьного и дошкольного образования. Соответственно, на выпуске мы получаем ребят, которые не способны вообще поступить в университет. И у нас остается одно единственное, снижать планку входа в университетский уровень. Ну, значит, вы же не можете университетское образование очень сильно растягивать. Соответственно, на выходе вы получаете еще более плохого специалиста. Когда сюда приезжают иностранцы, именно мы об иностранцах говорим, то еще хуже, потому что они ищут дуйные коровы. Им же без разницы, на что учиться. Здесь бы была эмиграция. Что там напрягаться? Вот эти корочки он кое-как отучился, 485 визу сделал и получил эмиграцию. Вот и получается, что нам на все наплевать. Какие самые лучшие студенты? Ну, самые покорные, дуйные коровы, наиболее эффективные. Кто это? Студенты из Непала, из Индии, Пакистана, частично из Азии. Вот мы их, латиноамериканцы, мы их берем. Вы их много здесь видите. Дело в том, что когда эти люди становятся гражданами этой страны, становятся частью этого общества, в итоге это общество дегенерирует. Не потому, что там все дегенераты в Латинской Америке или где-нибудь там в Индии. Нет, просто самые талантливые люди либо остаются дома, либо едут, например, в Великобританию, а отчасти в США. А к нам едет, ну, вот то, что вы видите. И, соответственно, что вы хотите для будущего страны от вот этих вот людей. Это все тяжело, и надо к этому привыкнуть. И мы понимаем, почему у нас родители таких людей берут. Потому что как их из них конкуренция? Они вот за тобой на ООС будут убирать всегда, потому что у них интеллекта на это, собственно говоря, нет. Мы взяли не тех людей из-за рубежа, в отличие от американцев, кстати. Но это сермяжная правда жизни. Дело в том, что мы можем спорить. Мы привыкли даже видеть своих оппонентов, врагов. Наверное, и я этим чем-то грешу. Но давайте все-таки об этом думать, хотя бы для самих себя прислушиваться. Потому что если вы знаете правду, если вы осведомлены, значит, вы вооружены. И вы преуспеете в будущее. А вот цель этого канала для того, чтобы вы, вот конкретно, вы там сидящие, сидящие вот за экранами ваших всяких дисплеев, ваших смартфонов и так далее, вы стали умнее. Вы станете умнее, и наше общество от этого станет умнее. Наше, по крайней мере, маленькое такое сообщество. И вместе мы достигнем звезд. Пускай через тернию, но достигнем. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok